Друзья, это у нас уже пятая серия из несвязанных между собой историй цикла «Записки армейского чекиста». Выпуск сделала на базе отрывка из книги Михаила Артемьевича Белусова под названием «Об этом не сообщалось», которую я настоятельно рекомендую для прочтения. Ну а тем, кто не смотрел предыдущие выпуски, повторюсь, это не связанные между собой историей, то это можно сделать либо пройдя по ссылкам в описании, либо по конечной заставке. Лейтенант Рахов перешел линию фронта в 20-х числах декабря 1941 года и был направлен на фронтовой сборный пункт в селе Пески. В течение нескольких дней он прошел здесь проверку и уже готовился к отъезду в часть, но тут им заинтересовались работники с подразделения Дубровина. Война застала Николая Рахова под Брестом, где он служил в стрелковой дивизии в должности командира взвода. Его жена успела эвакуироваться в Мариуполь, а он 3 июля был тяжело ранен и оказался в Бобруйском лагере для военнопленных. Условия здесь были исключительно тяжелые – допросы, пытки, расстрелы, морголодом. Но администрация лагеря в виде особой милости освобождала двух-трех человек в неделю. И это делалось при условии, что родственники их находились на территории, захваченной гитлеровцами. У отпущенных брали подписки не возвращаться в сторону Красной Армии и не приносить вреда новому порядку. Рахову повезло – в Бобруйске жила родная тетка его жены, и Рахов сумел передать тетке о своем пребывании в лагере. И та уже, в свою очередь, добилась его освобождения. Гитлеровскому коменданту города она заявила, что жена Рахова – дочь бывшего крупного кулака, умершего в сибирской ссылке, и что их семья достаточно пострадала от советской власти. За обиды покойного тестья Рахов был тут же освобожден из лагеря и даже получила усвазь, по которому он мог беспрепятственно передвигаться по оккупированной территории. Рахов вначале был решил идти домой к жене, но по пути в одном из сел на Брянщине он встретился с двумя советскими военнослужащими, бежавших из минского лагеря и пробиравшихся теперь к своим. Далее на восток пробирались уже втроем, и в пути они натерпелись многого. Были и облавы, и многодневный голод, и ночевки в снегу. Несколько раз вручал лейтенанта гитлеровский усвазь, но все окончилось благополучно, и в конце концов они вышли к своим. После обстоятельного разговора с лейтенантом госбезопасности Балакиным Николай всю ночь не сомкнул глаз. В эту ночь он, лейтенант Николай Рахов, принял решение, выходящее за рамки обычных человеческих представлений. Он должен был вернуться туда за линию фронта и стать для всех окружающих под лицом и предателем, надеть на себя личину обиженного советской властью и пойти к ним в служение. Более того, успех дела, что подчеркнул его собеседник, будет целиком зависеть от того, насколько правдиво сыграет он свою презренную роль. Сроки поджимали, и за считанные дни нужно было до мелочей отработать все детали выполнения предстоящего задания. Рахову дали явку и пароль к одному из помощников Харитона Карповича, проживающему в Полтаве. Однако воспользоваться его услугами тогда, в феврале 42-го года, ему не пришлось. Уже через две недели он снова беседовал с Балакиным и Дубровиным. А произошло тогда вот что. Передя линию фронта севернее Волчанска, Рахов без особых приключений добрался до Полтавы. Но именно здесь, когда он считал, что половина дела уже сделана, его хваленый Аус Вайс как раз и не сработал. Николай попал в облаву и вместе с другими задержанными очутился в подвале гестапо. На нары Крахову тут же подсел какой-то паренек в форме советского пехотного лейтенанта. И, мешая в разговоре русские и украинские слова, начал всячески поносить гитлеровцев и говорить, что он с ним еще посчитается. На все же откровения соседа по камере Николай отвечал заученными фразами. С меня, мол, хватит, навоевался, имею ранение, был в плену, отпустили к жене, дали Аус Вайс. И вот незадача, Аус Вайс отобрали. А уже через двое суток Рахова вызвали на допрос. Николай вел себя уверенно и на все вопросы отвечал четко и убедительно. Он рассказал об обстоятельствах своего освобождения с плена, а также показал на карте свой маршрут от Бобруйска до Полтавы, после чего дал адреса тетке и жены. Далее его еще три дня продержали в камере, видимо, проверяли показания. А затем вновь вызвали на допрос, но уже в другое здание. Вертя в руках Аус Вайс, офицер время от времени бросал на Николая испытывающие взгляды. И что же вы намерены делать теперь, господин Рахов? Хотел бы повидаться с женой, а там видно будет, на работу или еще куда. В общем-то, тетка меня к себе в Бобруйс зовет, дело собирается свое открыть, а я по слесарной части, можно сказать, специалист. Значит, по вашему мнению, мы затеяли эту войну для того, чтобы обеспечить бывшему лейтенанту Рахову тихую и сытную жизнь? Ну как же, я же свое уже получил, 24 года нам ни места живого нет. Мы от вас, резко перебил его офицер, не получили еще ничего. Ну так вы же сюда не на один день пришли, расплачусь еще. Расплатитесь, расплатитесь, господин Рахов, обязательно расплатитесь. Но не когда-нибудь, а теперь. Я не совсем понимаю вас, сейчас поймете. Офицер поднял двумя пальцами злополучный Аусвайс. Это будет вам первой нашей платой за одну небольшую услугу. Вы кадровый офицер, и не меня вас учить военному делу. Мы переправим вас через линию фронта с абсолютно надежными документами. Вы побродите там недельку по тылам советских войск и все хорошенько запомните, после чего возвратитесь к нам. После этого мы возвратим ваш пропуск, и даже не этот, а более надежный. И через день-два вы уже окажетесь в горячих объятиях фрау Раховой. Но я же никогда этим... Это детали, жестко прервал его офицер. Если вы не возражаете против сути моего предложения, подпишите вот эту бумагу, и с вами займутся специалисты своего дела. Так Николай Рахов вновь оказался на нашей стороне. Восемь дней, которые он до этого провел фашистской разведшколе, срок, конечно, небольшой. Но цепкая память лейтенанта с фотографической точностью запечатлела лица некоторых вербовщиков, руководителей Абвер-команды школы, ее преподавателей, инструкторов, курсантов, а также десятки имен, кличек и примет. На составление словесных портретов и подробных докладов о положении в школе ушло около трех дней. А тем временем наши товарищи готовили для немецкого командования правдоподобные сведения о состоянии наших войск, а также морально-политическом духе бойцов и дислокации отдельных танковых и артиллерийских частей. Ну а поскольку зона действия Абверовского агента захватывала сравнительно небольшой участок фронта, сведения эти были недалеки от истины. Ну и кроме этого, мы не исключали, что направление к нам Рахова является комбинацией Абвера по его проверке. И так оно впоследствии оказалось. Рахов возвратился в Полтаву на день раньше намеченного срока. Абверовский офицер похвалил его за быстротую точность выполнения задания, но на территорию школы не пустил, назначив на следующий день встречу на квартире. Переночевав на вокзале, Николай явился по указанному адресу, где ему вручили небольшую сумму денег, а также недельный солдатский паек и аусвайс. Жирным гестаповским штампом наискосок проверен. После этого Николай поехал в Мариуполь к жене. Ну а через неделю гестаповцы явились к нему на квартиру в третьем часу ночи. Они грубо, но без бития разбудили Раховых и отвезли Николая в городскую тюрьму. Мариупольские палачи мало чем отличались от своих полтавских коллег. Те же методы, только тут чувствовался более серьезный к нему подход. Две недели без допросов в окружении провокаторов и пять дней методических избиений в сыром полутемном застенке. Знакомый еще с училищей с техникой бокса, Николай обратил внимание, что избивают его по науке, чтобы не искалечить и даже синяки ставить с таким расчетом, чтобы не оставлять на лице особых примет. Отметив это про себя, Рахов понял, что попал в комбинированный переплет и со дня на день стал ожидать допроса. Ну а когда он наступил, с первых же слов гестаповский офицер предложил Рахову чистосердечно написать, как и когда он был завербован советской разведкой и какое задание должен выполнить в Мариуполе. Николай же категорически отверг все обвинения. После этого его допрашивали и били и снова допрашивали. А едва забрежил рассвет, его снова вызывали на допрос. Как спали, Рахов? Спасибо, как всегда. Сегодня у вас слишком утомленный вид. Вы думаете, прикидываете, как вывернутся? Разрешите вопрос задать, господин следователь. Я вас слушаю. Если доведенный до крайности пытками и побоями заключенный решится бежать, что ждет его близких? Их расстреляют. И его тоже. А вы имеете в виду что-то конкретное? И да и нет. Сегодня я всю ночь думал о себе. Интересно. Ведь есть же предел человеческих возможностей, есть черта, за которой все становится безразлично. И тут мне пришла в голову простая мысль. Ведь если я, отчаявшись, в этом аду сбегу, это совсем не будет означать, что вы правы. И я действительно советский разведчик. Все значительно проще. Каждый человек стремится во что бы то ни стало выжить. Даю вам слово. Знай, что вы меня оставите в покое, я не задумываясь признался бы во всем, что вы от меня требуете. Но это было бы неправдой. А другого выхода из этого круга в создавшихся для меня условиях нет. Что ж, вы правы, но только части. Для вас лично выход есть. И в чем же он? В том, господин Рахов, что мы сейчас выпьем с вами кофе с ромом, выкурим по сигарете и вы пойдете приводить себя в порядок. А потом я познакомлю вас с одним очень интересным господином. И я смогу увидеть жену? Только попрощаться. Сегодня ночью вы уезжаете отсюда. И надолго. А о жене вы не беспокойтесь. Кстати, все это время, пока вы находились здесь, она получала приличный паек на уровне специалиста металлурга. Значит, это все? Да. И от лица нашей службы я приношу вам извинения, но поймите и нас, что стоит пара зуботычин по сравнению с опасностью, что в наши ряды может затесаться враг. Поздно вечером Николай в сопровождении гитлеровского лейтенанта заехал домой. Глядя в осунувшееся лицо жены и ловя ее встревоженный взгляд, он испытывал острую боль, но держался в руках и старался казаться веселым. Но жизнерадостности гитлеровского лейтенанта хватило на троих. Откупыв в бутылку трофейного вина лейтенант предложил выпить за успех и за то, чтобы счастье фрау Игера Раховых было глубоким, как весеннее небо. Той же ночью Рахов выехал в Волноваху. Около месяца он жил здесь, на конспиративной квартире, где под руководством двух офицеров-разведчиков постигал тайны шпионского ремесла. Экзаменовал Николая сам Фаулидис, и он остался доволен знаниями курсанта. Но особый восторг у матерого шпиона вызвало мастерство лейтенанта в стрельбе. А после экзаменов Николаева в торжественной обстановке объявили, что он остается инструктором при зондеркоманде господина Фаулидиса, которая более известна под названием «Команда Локерта». Эта команда вела подрывную деятельность против наших войск главным образом Южного и Северо-Кавказских фронтов. Зондеркоманда имела в Мариуполе-Волновахе свои курсы по подготовке разведчиков и диверсантов, которые ежемесячно забрасывались на восточное побережье Азовского моря и даже в районы Астрахани, Грозного, Туапсе, Тбилиси, Сухойми, Батуми. Непосредственным начальником Рахова был лейтенант Александр Кранц, с которым у Николая очень скоро установились почти приятельские отношения. И вот вскоре Кранц представил Рахова большой группе мрачных людей. А свою короткую уступительную речь он закончил так. «Если через месяц господин инструктор доложит мне, что кто-либо из вас не может попасть с карабина в летящую ласточку, тот немедленно отправится в лагерь. Тренироваться будете с утра до ночи. Понятно?» Курсанты невнятно загудели. А на вопрос Рахова, чем вызвана такая строгость, Кранц ответил, что эта банда будет заброшена на грозенские нефтяные промыслы с особым заданием. В случае наступления германских войск, а его долго ждать не придется, русские, видимо, попытаются взорвать промыслы. А вот эти агенты должны будут воспрепятствовать действиям красных. «Ваши ученики получат задание уничтожать советских подрывников. За выполнение этой работы в Грозном адмирал Канарис отвечает лично перед фюрером. Мы должны получить грозенскую нефть сразу же после захвата промыслов», – закончил лейтенант. Учитывая важность задания, Рахов вел индивидуальные занятия с каждым курсантом снайперской школы. Самых способных стрелков он, правда, ухитрился отчислить в лагерь за неродилость. Однако и те, что остались в группе, к концу месяца могли похвастаться меткой стрельбой. По истечению срока обучения их инструктор получил вознаграждение, а обученные им курсанты были отправлены на полевой аэродром. Правда, воспользоваться своим умением, к большому сожалению, господина Фаулидиса не удалось. Вся эта группа диверсантов и террористов была арестована советскими чекистами сразу же после ее приземления. 15 июня 1942 года из особого дела 9-й армии к нам поступила телеграмма, в которой сообщалось, что на квартире стрелочницы станции Боровая задержаны два агента гитлеровской разведки. При аресте у них были изъяты топокарты, компасы, оружие и деньги. На допросе один из них назвался Раховым и попросил сообщить о нем в особый отдел Юго-Западного фронта. В 9-й армии срочно вылетел лейтенант госбезопасности Балакин. Рахов, а это действительно оказался именно он, рассказал, что на нашу сторону он был заброшен еще 11 июня в районе села Куни Харьковской области в паре с агентом бывшим петлюровцем по кличке Петер. Им поручили разведать наличие наших войск на реке Дон, на участке Серафимовича, Калач-Цемлянская. На станции Боровая Николай, дабы не возбуждать подозрения напарника, симулировал отравление и настоял на том, чтобы переждать 2-3 дня до выздоровления у той хорошей тетки. Стрелочница же действительно оказалась советским человеком. Постояльцы показались ей подозрительными и она на следующее же утро привела домой красноармейцев. Оказавшись среди своих, Николай очень волновался, но докладывался четко и по существу. Со слов лейтенанта Александра Кранца, ему стало известно, что в годовщину начала войны, 22 июня, немецкое командование начинает крупное наступление на Сталинград. И в связи с этим Абверкоманда 101А забрасывает в тыл наших фронтов Брянского, Юго-Западного и Южного около 200 агентов, окончивших Варшавскую, Брянскую, Полтавскую разведшколы, а также курсы в Мариуполе, Волновахе и Харькове. Заброска будет производиться главным образом по воздуху на территории Тамбовской, Саратовской, Сталинградской и Астраханских областей, а также в Ставропольский и Краснодарский край. Впоследствии Рахов подробно описал многих известных ему агентов, рассказал о методах их действиях, паролях и экипировке. Балакин срочно связался с Дубровиным и тот принял решение возвратить Николая Рахова в команду Локерта. Там он должен был заявить, что своего напарника ликвидировал при его предложении явиться к советскому командованию с повинной. Благодаря данным, полученным от Рахова, чекисты особого отдела фронта управления НКВД Тамбовской, Саратовской и Сталинградских областей только в июле 1942 года арестовали 110 гитлеровских агентов. Еще одна масштабно задуманная операция Абвара была сорвана. С момента ухода Рахова к немцам прошло уже более трех недель, а мы не получали ни от него, ни о нем никаких сведений. Ведь мы отправили Рахова в спешке. Срок выполнения его задания истек в день встречи его с Балакином. Немцы могли заподозрить неладное и в тех сведениях, которыми был снабжен Николай. Ведь их авиация в преддоне вела интенсивную разведку и могла обнаружить расхождение с раховскими разведданными. Но в дальнейшем на одном из допросов, к большому сожалению уже после ухода Николая, бывший Петлюрей заявил, что Рахову немцы полностью не доверяли. Его Петера приставили к нему. Для выяснения судьбы Рахова и случая его провала внедрение в зондеркоманды Фаулидиса Локерта, был направлен лейтенант Василий Григоренко. От соседей Рахова он узнал, что в конце июля к дому Николая подъехала машина с эсэсовцами. Они перевернули в квартире все вверх дном и зачем-то разобрали по поленям дрова, заготовленные на зиму. Искали радиостанцию. Жену же Рахова вместе с теткой никуда-то увезли. А уже потом через чиновника городской управы, который жил в этом же доме, стало известно, что Рахов был советским разведчиком и его расстреляло гестапо. Жену же и тетку гитлеровцы отправили в концлагерь. Друзья, не забываем оценивать видео и оставляем свои комментарии. Кроме этого, заходим на канал и смотрим мои другие работы, которые вы не смотрели, которые, возможно, вам будут интересны. Ну а я в конце выпуска хотел бы традиционно поблагодарить всех тех людей, кто оказывает помощь каналу, во многом благодаря которой выходят данные выпуски. Друзья, спасибо за поддержку. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр, удачи и до скорых встреч.